и снова здравствуйте забраж 2019 и давайте в этих роликах дальнейших просмотрим рассмотрим как можно сделать бейсбол это мячи это биты это позы и так далее пройдемся по бейсболу погнали опять же тулы и надо сделать мяч как его будем делать вот вытягиваем сферу жмем edit жмем make polymesh смотрим сетку вот такая сетка нам не подойдет shift левая кнопка мыши выравниваем модель примитив и теперь заходим в геометрии делаем всему этому делу дай нам с так можно даже полюс включить дай нам с смотрим сетку все сетка пойдет и вот здесь вот уже начинаются сложности правильно и включаем смотрим где у нас симметрия вот здесь у нас будет симметрия и значит будем работать вот именно вот с этой частью включим floor shift левая кнопка мыши выравним примитив и левая кнопка мыши немножко вот так его наклоним в принципе можно сначала все это дело замаскировать теперь жмем control наверное циркл включаем вот этот круг отключаем наверно симметрию так делаю первый раз так что строго опять же не судите вверх поворачиваем а из левая кнопка мыши чуть дальше отвести чтобы видеть все это дело и теперь вытягиваем на свободном пространстве на экране удерживаем control и левая кнопка мыши вот этот круг пробел зажимаем перетягиваем его вот сюда и теперь alt нажимаем и делаем вот такую вот штукенцию так что-то как-то кривовато ctrl z опять повторяем вытягиваем немножко уменьшаем большой наверное не надо делать и находим приблизительно центр и опять же alt ну вот так уже более-менее так флур теперь можно отключить и попробуем теперь control alt удерживать сделаем дров сайс чуть побольше делаем x симметрию включаем control alt удерживаем и вот так вот так пардон control z меняем control на пресенд и контроль alt вот так вот смотрим что тут получилось дров сайс чуть чуть поменьше и вот так все это дело немножко прорисовываем удерживая control и alt вот получается кривовато и вот здесь можно уже control без альта немножко вот так вот округлить где-то в таком духе так даже вот здесь вот нижнюю часть наверное еще чуть чуть побольше захватить вот так и немножко граф сайс поменьше и здесь немножко как он так control немножко здесь вот подрисовать так смотрим со всех сторон то получилось вроде ничего так симпатично вот такая штука флур включаем смотрим где у нас что да как вот такая штука теперь жмем control w назначаем поле группы поле включаем вот так все у нас получилось ну вроде симпатично мышкой хотелось бы конечно планшет и ручку но в принципе неплохо не будем пока на этом зацикливаться рассматриваем принцип так теперь нажимаем тулы и находим наверное так план 3d план 3d план 3d сделаем make поле мэш следом заходим в саптулы находим аппент находим ринг 3d переключаемся на него теперь с помощью гизма мофф перетягиваем его вот так вот вот таким образом и немножко наверное за середину тянем уменьшаем вот где-то так чуть-чуть у так дальше даже можно его перетянуть вот таким вот образом и теперь делаем этому всему так дубликат получится нет делаем всему этому дай на мэш так дай на мэш и делаем план 3d тоже наверно дай на мэш и мы сделаем так геометрии дай на мэш ну и теперь вот переключаемся на ринг 3d и попробуем control удерживая так что-то опять не работает так control удерживаем и перетягиваем вот так эту модельку и немножко ее опускаем где-то вот так вот вниз вот таким вот образом флортер можно отключить снять маску control левая кнопка мыши и за вот этот синий квадратик немножко все это дело вот так вот сплюснуть вот так и немножко увести вглубь так вот так все это чтобы видно было и немножко уводим вглубь вот так вот и немножко вот так вот поправляем вот такая должна получиться штукенция так еще немножко можно сплюснуть вот так вот и немножко поработать наверно придется так есть открываем открываем мофта полоджи и немножко вот так все это дело до корректируем вот так вот вот уже прикольно уже хорошо так следом теперь наверно все это дело еще немножко вот так вот сплю с ним вот эту одну замаскируем и немножко наверно переведем чуть-чуть вот сюда поближе теперь делаем control и и приводим эту чуть-чуть наверно вот сюда поближе и опять же control и где-то вот так вот ну и немножко все это дело вот так корректируем приподнимаем код control и опять же здесь тоже так приподнимаем серединку и зад немножко уводим вот так вот немножко все выравниваем вот такая получается заготовочка так это вот так так вот и control и эту часть вот так вот вот control снимаем маску shift левая кнопка мыши выравниваем alt вытягиваем вот сюда теперь control shift на удерживаем trim rect переключаемся на план 3d и не докасаясь слишком низко вот так вот обрезаем вот это такая штука теперь нужно обрезать ненужные детали а где-то ну в принципе ничего так нормально и дорисовать можно еще открываем кисть и стандарт на план переключаемся делаем control дабл ему одну поле группу и и немного дров сайс побольше и немножко здесь вот так вот порисовать вот таким вот образом интенсивность можно поменьше еще поставить где-то шифтом все это дело сгладить в принципе вот такая должна получиться заготовка так control z control z control z и на мелкой интенсивности вот здесь вот так вот полосу проводим граф сайс чуть-чуть побольше так control z и теперь вот здесь вот так вот проводим и докорректируем вот что-то такое пусть получилось получилось что-то вот так вот и немножко все это дело можно еще вот так вот подкорректировать где-то порастянуть ну вот такая вот заготовка так следом все это дело объединяем merge down окей делаем всему этому control w одну поле группу вот так чтобы все это дело выглядело и теперь делаем дубликаты два делаем переключаемся на один дубликат alt правая левая кнопка мыши уводим и теперь все это дело поднимаем вот где-то вот так вот назначаем control w другую поле группу и переключаемся на третий дубликат и поднимаем его также вот так и делаем тоже control w вот такая штука теперь поле f объединяем все это merge down окей merge down окей и поле f смотрим вот три разные поле группы у нас получилась вот такая штука так все теперь заходим в кисти и делаем крит insert mesh новая создаем кисточку теперь переключаемся на наш мяч смотрим что у него тут с поле группами вот так graph size теперь уменьшаем переключаемся в строк находим курт функцию и жмем frame mesh выделяем вот эти разделения поле групп и нажимаем на курву так поле f отключаем смотрим смотрим что да так вот такая штука теперь смотрим строк ну вроде шов нормально так прошел распад есть надо немножко просто еще подкорректировать подровнять но у меня что то ноут тупит наверное нужно уже обновлять но пока финансово не состоятелен на такие покупки так что потихоньку будем экспериментировать так как в муках в муках и в крови в крови теперь снимаем курву на любой мышь жмем здесь у меня вышел легкий косяк но это все поправимо жмём теперь поле F смотрим что да как и теперь X-симметрию проверяем и попробуем Mirror and Well Merge Mirror and Well Modified Apology по X Ctrl Z смотрим Flour вот так всё это ставим и немножко это всё дело выкручиваем вот так и приподнять можно кверху а ну-ка так Mirror and Well печально Mirror and Well вот вот теперь получился нормальный меч вот так он выглядит словом такой вот принцип теперь можно Ctrl Shift нажимать и разделять вот эти вот полигруппы и немножко всё это дело здесь ещё там пролепить где-то добавить что-то какие-то детали словом Drawf Size поменьше интенсивность поменьше и где-то вот так вот можно полосу ещё определить вот так и обвести вот таким вот образом вот таким вот образом мыши вот уже получше и теперь динамеш всему этому делу можно сделать так Polish отключить резолюцию чуть-чуть побольше и теперь Ctrl снимаем маску Ctrl Z и немножко побольше резолюцию ну вот уже что-то Ctrl Z Ctrl W и теперь Dynames вот так вот вот уже получился мяч так словом принцип разобрали немножко у меня сегодня что-то подступляет нужно тут конечно я в своём репертуаре где-то что-то подровнять но у меня компьютер движений лишних походу уже не любит в 7 было бы конечно всё мягче а 2019 у меня наверное всё равно потяжелее для компьютера так мяч разобрали как сделать вот такой получился мяч шов можно разный экспериментировать толще меньше там с подкрутками с выкрутами всякими это уже вы сами поэкспериментируете ну вот такой вот принцип быстрый так погнали теперь разберёмся как сделать биту здесь нам поможет именно сфера так вот этот вот цилиндр вот он вот так вот так его выставляем делаем ему make polymesh вот так это всё дело маскируем делаем control и ставим ротацию гизму опускаем вниз вот так вот так снимаем маску делаем всему этому дай нам эрш полиш вот так вот и теперь вот что нам поможет в дальнейшем вы видели ну и теперь заходим transform активация симметрии жмём по y радиалов побольше приближаем немножко вот так вот мы попробуем теперь наверное moff topology кисточку и draft size чуть побольше вот так вот где-то вот так чуть-чуть вытягиваем теперь всё это дело маскируем делаем control и вот так и теперь с помощью гизма откручив x симметрию вытягиваем вниз вот так вот теперь ставим draft size побольше вот так вот делаем теперь всему этому дай нам мэш вот смотрите как тупит это что же такое знание знание его погубят наверное вот поэтому я многие детали стараюсь не проделывать или как-то упрощать модель то что позволяет мне ноут вот получаются такие модели так я программу перезапустил погнали дальше по бите так опять же берем цилиндр вот этот делаем edit делаем make polymesh делаем геометри уменьшаем его в размере вот так вот теперь маскируем так shift левая кнопка мыши выравниваем маскируем вот так делаем ctrl и теперь move и вот так все это делаем опускаем снимаем маску делаем всему этому дайна мэрш следом заходим в transform находим активация симметрии по y радиалов побольше вот так вот ctrl z и теперь кисточку моф аполоджи можно моф эластик кому какая нравится и немножко вот так ctrl z буду сбоку тянуть вот так так вот и теперь делаем всему этому опять дайна мэрш смотрим что получилось вот такая штука да нехорошо ctrl z ctrl z graph size побольше ставим move эластик и вот так немножко все это дело уплотняем делаем дайна мэрш немножко выгладить можно вот так вот получилось что-то теперь замаскируем ctrl z и с помощью мов еще немножко подлиннее сделаем вот так вот ну а теперь включаем x симметрию и сделаем здесь вот так вот чуть чуть еще так ctrl z ctrl и и вот так все это дело чуть-чуть вытянуть надо сделать вот такой вот причин дал во снимаем маску вот такая прикольная простая бита к слову вот такая получилась простая бита ну вроде все пока мяч бита в следующем ролике рассмотрим как сделать перчатку все всем пока до свидания